Напишу еще третью строчку, перед числом 55 было... Я задам себе вопрос, можно ли на эти три строки придумать какое-то простое и понятное регурентное соотношение? Есть ли какая-нибудь простая формула, которая связывает между собой вот эти числа? Кстати, это и само по себе интересно. Когда вот есть три числа, скажем, 3, 8 и 21, между ними есть какая-нибудь простая формула. Кто-нибудь знает простое соотношение на число 3, 8 и 21? Соотношение должно быть таким же на числа 21, 55 и 144. Тогда... А можно использовать способ движения? Не понял. Нет, нужно простое арифметическое свойство трех чисел Фибоначчи с четными номерами, идущими подряд. 3 Фи шестое равно Фи восьмое плюс Фи четвертое. Ха! Если вот это умножить на 3, то это будет сумма... Давайте проверяем. Когда складываешь 1 и 8, получаешь 9, а 9 это трижды 3. Когда складываешь 3 и 21, получаешь 24, а это трижды 8. Господа, а давайте-ка я эту гипотезу запишу. И мы посмотрим, во-первых, почему она выполняется для чисел Фибоначчи, это касается совсем неформы, а во-вторых, почему она выполняется для этих наших чисел. Сейчас мы забыли про разбиение, про произведения, про суммы, а смотрим только на числа Фибоначчи. Почему, когда берешь числа Фибоначчи с четными номерами, вот такое разница? А если с нечетными, на самом деле то же самое, какое число К. Тогда история будет такая, Фи с номером К плюс 2 плюс Фи с номером К минус 2 будет 3 умножить на Фи К. Это тоже формула верна для любого числа К. Но это на самом деле доказывается так же, поэтому не так интересно. Нам сейчас интересны именно числа Фибоначчи с четными номерами. Я доказала. Что? Я доказала. Я понимаю, что ты доказал, еще не хватало. Вы какое-то произведение, ты поняли, народ? Что такого не числа Фибоначчи? Или не поняли? Да. На самом деле, абсолютно правильно сказали. Рекуррентную форму для них. Но важно еще не забыть. Это последовательность, начинающаяся с двух единиц. Потому что если мы вначале напишем что-нибудь странное, то и дальше последовательность пойдет непонятно как, да? И вот, начинающиеся с двух единиц. А вот дальше, как мы сказали. Каждое очередное число, которое является суммой двух предыдущих. Да, условия. Не условия, а то, что мы хотим доказать. Да. Это факт. Это просто формула, определяющая числа Фибоначчи. Да. Не 2n-2 равно, а Фи 2n-2 равно. Знак равенства относится к группе Фи. А вовсе не к индексу. Да. Это правда. Потому что Фи 2n-2 действительно равно этому. Да. И что дальше? Теперь подставим эти суммы сюда. Можно взять вот это и написать здесь. Это, вот это. Это сюда написано. И станет тогда понятнее. Ну да, 3 Фи 2n-2. А да, сразу сообразим, что у нас будет. Ну вот, раз Фи 2, а вот два Фи 2. Да. А, я увидел. А вот разность этих чисел с нечетными номерами, это как раз и есть то, что нам надо. Нет, все-таки допишите формула. Да-да, допишите, конечно. Ну да, да, да. Но это уж каких народ соображает. Понятней ты не скажешь. Ну, я попытаюсь еще раз по-другому это объяснить. Но мне кажется, что я объяснила более-менее идеальным способом, где у нас расположены эти самые числа Фи банки. Смотрите. Вообще-то, просто смотрим на номера. То есть где-то там есть номер К-2, есть номер К-1, есть номер К, номер К-1 и номер К-2. Я специально сейчас не 2М пишу, чтобы вы поняли, что на самом деле ничего священного нет. Нет, и проблема не в том, как называется номер, да? Какие у нас есть числа? Вот здесь вот есть число Фи К, да? Здесь число Фи К минус второе, а здесь число Фи К плюс второе. Так вот, по определению последовательности Фибоначчи, между вот этими числами расположено такое, чтобы в сумме получилось Фи К. То есть здесь расположено число Фи К минус Фи К минус второе. Между этими расположено такое, чтобы вот сумма Фи К вверх, оно в сумме давали бы Фи К плюс второе. То есть здесь расположено. Это же три последовательных числа. Посмотрите, то, что надо. Поняли? Это та самая формула. Надо просто Фи К перебросить сюда, а Фи К минус второе сюда, и как раз все получится. Значит, для чисел Фи Боначчи у нас действительно такая формула есть. Теперь, если я докажу, мне это она, собственно, она нужна, если я докажу, что и для этих строчек собственно такая же закономерность верна, то в таком случае будет хорошо. Давайте посмотрим. Я хочу объяснить вам, почему, когда складываешь вот эти штуки, получается утроено такое. Давайте, давайте я, наверное, сделаю так. Я буду не в общем виде пока рассуждать, а вот именно с этими числами. Мне кажется, так будет понятно. Господа, значит, вот я беру сейчас и вычитаю из числа 377 число 144. Давайте посмотрим, что тогда будет. Я понимаю, но как? Вот смотрите, здесь у нас написано 1 умножить на 144, здесь будет 1 на 55. Вы со мной согласны? Здесь будет 3 раз 20, здесь 2. Будет 1 раз 21, здесь то же самое 4 и 3. 1 раз будет восьмерка, 1 раз тройка, дальше пойдет 1 раз единица и еще единица. Согласны? Это разность между числом 377 и числом 144. Хорошо, теперь давайте возьмем еще одну разность, а именно между числом 144 и 55. Разумно? Давайте посмотрим. 144 и 55. Что у нас будет, когда мы почитаем? А очень просто. Будет 1 раз 55, 1 раз 21, 1 раз 8, 1 раз 3, 1 раз 1 и 1. Согласны? Замечательно. А вот теперь обратите внимание, вот эта штука, это в точности то же самое, что вот эта. Значит, если я вычту из этой строчки эту, то у меня слева получится 144, а справа получится 377 минус 144, 144 минус 144 минус 55. Согласны? А теперь приглядитесь к этому, это и есть нужная номера. Просто 144 отправьте налево, а 377 и 55 оставьте справа. Смысл понятен? Если вы напишите в общем виде, то будет ровно то же самое. То есть, если у нас есть три подряд интересующих нас числа, то надо смотреть разность такую, разность такую, и после этого вычесть из одной разности другую. И у нас получится. Давайте я уже не буду писать с индексами, мне кажется, что более-менее понятно. Спасибо. Спасибо.